И всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Стрэйдж Билдер. Многие задавали мне вопросы, как же все-таки попасть в армию, либо же вообще в другую организацию. Стоит ли вступать в организации и что там можно поделать. Данный ролик я разделю на две части. В первой части я расскажу, как непосредственно попасть в армию, либо же почти в любую же организацию. А в втором ролике мы с вами разберем уже непосредственно саму организацию армии. Ну а если вам понравится этот ролик, то мы продолжим с вами раскручивать и другие организации. Разберем их и там, а возможно даже сделаем целую рубрику. Все зависит от вас, пишите в комментариях и ставьте лайки. От этого я и буду отталкиваться. Ну а если ты хочешь начать играть со мной, то переходи по ссылке в описании, скачивай SmartRP, либо же с плеймаркета, либо же с официального сайта. После того, как ты скачал игру, то заходи в планшет, промокоды и вводи мой промокод стрейдж, который даст тебе 50 тысяч при достижении третьего игрового уровня. А также этот промокод можно вводить даже если у тебя прокачан какой-никакой аккаунт, если ты уже вводил промокод ютубера. Обязательно вводи, лишние 50 тысяч не бывают. Итак, давайте приступим. Для вступления в армию нам потребуется всего лишь третий в игровой уровень, наличие лицензии, неналичие звезд розыска, то есть вы не должны находиться в федеральном розыске, и также знание РП. Что такое РП? РП это роллплей, то есть умение отыгрывать по ролям. Советую вам посмотреть несколько гайдиков, ну а так в ролике я вам расскажу основные принципы. Начнем со слэшду. Слэшду начинается с большой буквы и заканчивается точкой в конце, это важно запомнить. Слэшду описывает, можно сказать, обстановку. Например, слэшду, паспорт лежит в кармане. Слэшду, я стою на земле. Слэшду, он стоит на земле. Слэшду, стол стоит на полу и так далее. Слэшми пишется с маленькой буквы, без точки в конце, это важно запомнить. Слэшми описывает ваши действия. Например, слэшми сунул руку в карман и схватил паспорт. Слэшми пошел вперед. Слэшми глянул на потолок и так далее. Есть еще несколько другие, как слэштру, слэштуду, но это для вас особо не понадобится, потому что мы будем отталкиваться для новичков. Итак, все, что нам нужно, это дождаться собеседования. Собеседование объявляется в государственную волну. То есть, эту государственную волну видят все. Она будет отмечаться синим цветом. Вы приезжаете в точку проведения собеседования, в моем случае это военкомат, и к вам подойдет какой-то человек, который будет вас проверять. В моем случае это целый генерал. Он задаст вам несколько вопросов, по типу можно ваши документы, и в обязательном порядке, перед тем, как дать документы, вы должны отыграть РП. Если вы не отыграете РП, вам сразу откажут, поэтому обязательно отыгрывайте РП. Самый простой тип РП это паспорт в кармане, сунул руку в карман и достал паспорт, передал паспорт напротив. Но так как я являюсь РПшником со стажем, я отыгрывал все более детально. Вы можете отыгрывать точно так же, либо же перейти на простенький вариант. После того, как ваши документы проверили, и у вас есть все лицензии, у вас все нормально, нет розыска, вас попросят пройти в псих-тест. Что такое псих-тест? Это проверка вас на возможность отличить ОЦ-информацию от IC. ОЦ-информация это нон-РП-информация. IC-информация это РП-информация. То есть, допустим, в РП-ситуации вас зовут так же, как и зовут вашего персонажа. Вы не можете знать имя человека, который стоит напротив, потому что он не представлялся вам. А то, что вы видите его ник, это уже ОЦ-информация, то есть нон-РП-информация. Если вы, допустим, скажете, что вас зовут Саша, но при этом он не представлялся, то это уже прямое нарушение РП-режима. В данном случае мне спрашивают, что у генерала под головой. И ясно, что у него находится ник. Но Элон задал этот вопрос в РП-чат. Следовательно, ника в РП-жизни, вот представьте, РП это как реальная жизнь. И ника не существует. Следовательно, мы отвечаем либо потолок, либо фуражка, ну или что-то подобное. В данном случае, если вас просят, что у меня под ногами, то, ну, вы, понятно, отвечаете, там, не знаю, пол или что-то такое. Если вас просят, как вас зовут, ну, я думаю, ответ на вопрос вы уже знаете. После этого меня начинают спрашивать термин ДМ. ДМ это Deathmatch. Но, но, внимательно, он задал мне этот вопрос в РП-чат. Следовательно, в РП-мире не существует такого понятия, как ДМ. Следовательно, если я назову, что это Deathmatch, то есть убийство без причины, это также будет нарушением РП-режима. А следовательно, вы можете назвать все, что угодно. В данном случае я назвал дядя Миша. Но вы могли назвать дом Маши, я не знаю, или какую-то другую расшифровку сокращений этих слов. После того, как он задал мне эти два вопроса, он в нон-РП-чат задал мне вопрос по поводу РП-терминов. РП-термины можно найти по ссылке в комментариях. Я вам специально оставлю ссылочку на все РП-термины. Возможно, там каких-то не будет, но там есть большинство, которые вам дадут возможность пройти. Советую их все-таки выучить, потому что это будет очень важно. И если вам вопросы задают в нон-РП-чат, то вы должны отвечать только в нон-РП-чат. То есть это слэш-н. Ни в коем случае не отвечайте в РП. Также, если вам в нон-РП-чат скажут, иди за мной, либо отказ, и вы пойдете, это тоже будет нарушение РП-режима. Если вам пишут в нон-РП-чат, иди за мной, вы не должны идти. Ни в коем случае. И вся информация, которая пишется в нон-РП-чат, это не касается игрового мира. Это отдельный чат, можно сказать, так, чтобы вы пообщались, либо что-то уточнили. Но ни в коем случае не нарушайте РП-режим. Это портит игру. Что ж, ребятушки, в принципе, нас приняли. Мы стали с вами рядовыми. Я думаю, вы получили полезную информацию. Теперь без проблем сможете вступить в любую организацию. Ну, на этом ролик подходит к концу. С вами был Stretch Builder. Всем удачи. И пока, удачи вам в организациях. Субтитры создавал DimaTorzok